Я бы тоже сравнил, хотя это разные вещи, но сравнить ситуацию в армии, например. Я думаю, у нас есть что-то похожее. Что мы видим сегодня? Какая картина в армии? В армии, как правило, пытаются делать из этих солдатов люди, которые не имеют собственного достоинства. Люди, которые унижены, оскорблены, которые не могут защищать свои интересы, которые научились против несправедливой силы сдаваться быстро. Мы так и именно этим и занимаемся, так называемая дедовщина. Он должен бояться несправедливости, он должен быть униженным, оскорбленным. А от этого человека мы требуем, чтобы он защищал честь Родины. Да не будет этого. Как он может стоять против врага? Он не будет стоять. Как он будет понимать, что он готов свою жизнь отдавать, чтобы свои достоинства сохранил? Он же изначально, мы его в этой армии как раз научили наоборот, совсем наоборот научили. И мы научили его, чтобы у него не было собственного достоинства, чтобы он не имел никакого представления, любовь к Родине. Да он, конечно, как он, больным человеком выходит, который он ненавидит, не любит и уважает силы несправедливости, готов сдаться в Родине. К сожалению, это очень страшный момент. И вот из-за того, что не хотят признать, это не означает, что это не существует. Любого человека спросите, существует в нашей армии это явление? Все скажут одним голосом, да, существует. Где-то есть судебные случаи? Я даже мне неизвестно, если существует, то это так редко, что об этом даже никто не знает. Все делается, чтобы не допустили наказание виновных. И наоборот сохраняют эту традицию как священное. Это удивительно. Как можно это молчать? Надо, все может государство. Я знаю, что в этом году увеличили еще бюджет, там, естественно, обороны, там, не знаю, сколько миллионов. Эти миллионы не надо на... Какой ползать здесь на ракеты танков, когда у нас человек, у нас разрушен человек сам. Мы проиграли, уже проиграли. Войну не начинай в эту войну. Когда мы обращаемся к офицерам, там, к замполитам, и скажем, и просим у них, пожалуйста, обращайте внимание, вот верующих людей бывает. Не каждый, конечно, кто Мамедов, Ахмедов, с фамилией такой мусульманской, знает, что он верующий мусульман. Конечно, нет, я никогда не претендую этого. Я никогда не пытаюсь этих людей в ислам превратить силы или давить на них только потому, что их предки были мусульманами. Сейчас другое время. Эти люди, может быть, и не верующие. Не обязательно, что он с фамилией или имя мусульманской, значит, он мусульман, в обериях, может быть, вообще он не мусульман. Второе, может быть, атеист. Второе, может быть, ему достаточно только вот такой уровень. Он себя признает мусульманом, но он не готов соблюдать, допустим, обряды ислама, законы ислама. Он не готов этот ответ. Я говорю, а вот очень маленькие грубые люди, но это есть такая грубая люди, которые верующие люди, соблюдающие люди. И хотят сохранить свои конституционные права и в армии. Потому что армия, это не другая государство. Это не другая страна. Армия защищает конституционный строй России. Вот так я понимаю, что такое армия. А когда человек в армии теряет все свои конституционные права, мне это непонятно абсолютно. Когда им говорим, пожалуйста, не кормите их свинину. Не уме ночи, только вот свинину даете им. Дайте им эти 10 минут на молитву каждый день. Вы даете им часами на пьянство и так далее, такие дела. И вы часами готовы их бить и унижать, и оскорблять. Причем вы им не даете быть людьми. Мы не имеем права сделать различие между солдатами, большаясь они. Как вы это толковали, интересно? Это не различие. Наша страна такая. Разные народы, разные традиции. И наша страна, она как за пределем военного частота, так и должна быть и внутри. Мы должны сохраниться. Что вот я Ахмедов, я Висам, я Али, этот Юрий. Мы же не должны имена все одинаковые. Или мы не можем красить волосы одним цветом. Мы же разные. И это реальность. Это вещи, когда вы будете учитывать права этих людей. Когда ты не будешь заставлять его делать то, что он не имеет, не может это делать. Давить на него психологически, унижать его, оскорбить его чувства религиозные. С какой он чувством будет защищать эту родину? Разум будет любить эту государство или эту страну? Он чувствует себя здесь чужим. А если учитываться, хотя, кстати, это не такие уж множества, скажем, требования. Очень просто. Вот именно мусульмая, например, не кушает свинина или мясо. Дайте ему рыбное или мясо, которое заказано именно как кошерное. Вот мы едим кошерное, кстати, еда мусульманам разрешается. Или бы мусульманский халят. Вегетарианский можно. Что здесь трудного? Абсолютно не трудно. Что пару миллионов долларов на это тратить? Но зато какая там отдача, какой результат будет? Разрешить им пять раз в день. Три раза в день, это бывает молитва. Три раза в день молиться. На молитву отдать 10 минут отбой. Это что? Тридцать минут в сутки. Ночью-то все, они как бы не занимаются. Вот они могут молиться спокойно ночью. Месяц Рамадан один, 29 дней в году. Днем не кушают. Что? Почему не здесь щадящий какой-то режим? Это не означает, что мусульман не работают в месяц Рамадан, когда они работают и трудятся. Пожалуйста. Но хотя бы им разрешите кушать, когда заход солнца. Нет строго. Должно во время обеда, должна эта тарелка соценивания есть или нет. Я не понимаю, что здесь, что за армия, которая именно направлена на унижение человека, на лишение его прав. Как это может быть? Потом ожидается от них, чтобы они любили родину и так далее. Я не оправдываю, если человек не будет любить родину. Конечно, я бы, наверное, все равно любил страну свою. И все отдал. Но все делается, чтобы именно так и не было. Все делается, чтобы эти люди не любили свою родину, своих соотечественников. Чтобы они чувствовали себя чужими, у себя дома. И всегда... А потом мы удивляем. Почему-то у некоторых появляется сепаратистический... Думают о сепаратизме, надо делить свои... Да потому что они чувствуют, что нам невыгодно с другими жить. Никто нас не уважает. Никто не хочет участвовать. Мы живем вместе, в федерации. У нас общие интересы. Когда-то в 93-м году все мы посчитали, что нам выгодно вместе жить. Хорошо. Значит, есть взаимовыгоды, есть взаимопомощь. Но есть определенные условия. Каждый имеет право сохранить свою веру, язык и так далее. А когда дума, там идет и говорит, нет, татарам нельзя использовать какой-то альфавит. Какое у тебя дело, какой-то татар использует альфавит для своего языка. Как это вам не стыдно вообще этот вопрос изучать? Или нет, это ингуши не имеют права там много... Не ваше дело, абсолютно. Вмешиваться в этих, чисто внутри этой национальности. Это же они не приняты, что-то они не обязуют всех. Но в Конституции у них есть право споведовать свою религию. Жить согласно закону своей религии. Сохранить свои национальные и не чувствовать себя, что они унижены. Русским можно, и людям можно, и так далее. А в этом нельзя почему-то где-то... Какая же область своя политика? Где-то там на юге России, где-то, говорят, все скажут, фамилии грузинские просто уйдут. Кто-то... Что за... Где мы живем? Где Конституция? Почему они не оказываются? Почему не выходит никто и не говорит, что мы против? Почему какой-то губернатор, когда начинает... Свои антисемитские или антикавказские заявления делать? Почему влад центральный не выходит и говорит, что мы хотя бы заявили, что мы против этого? Что за...